Сегодня в станице Менгрельской прощались с атаманом Сергеем Осмининым. В ночь с четверга на пятницу его застрелили при задержании дебошира. Стрелявший пытался скрыться, но через несколько часов был задержан. Сейчас возбуждено уголовное дело. Смерть казака стала трагедией для всей станицы. Борис Максудов подробнее. На улице Заречной сегодня многолюдно с самого утра. Дом номер 10 хорошо знаком всем станичникам. К его хозяину обычно приходили за помощью и советом. Сегодня пришли, чтобы попрощаться. Смерть атамана стала трагедией не только для семьи и станичников, но и для всего кубанского казачьего войска. От дома до местного храма гроб с телом Сергея Осминина несут на руках. Траурная процессия растягивается на сотни метров. В то, что случилось в ночь с 7 на 8 марта, не верят до сих пор. А теперь уже бывшем атамане многие до сих пор говорят в настоящем времени. Мимо администрации проезжая, его машина всегда стоит. Казак, он целую ночь служит в станице. Помогает, наводит порядок. Настоящий мужчина, на которого можно было опереться и доверить серьезные дела. Поэтому нам очень хочется, чтобы ребята наши были похожи на него. Жители станицы провожают атамана в последний путь со всеми казачьими почестями. На отпевании в местном храме не хватает места для желающих проститься. Поступок Сергея Осминина настоятель храма называет не иначе, как героическим. Позвонила участковому хозяйка этого дома, Стягаева. И сказал, что это какой-то семейный скандал. Казачий дружинник Олег Данильченко буквально по секундам восстанавливает события той ночи. Это был обычный выезд. Соседи вызвали казаков и участкового после того, как в одном из домов услышали крики и угрозы. Сергей всегда пользовался авторитетом у станичников и обычно помогал мирно решить семейные конфликты. Когда мы приехали, мы приехали четвером. На улице здесь не было никого. Мы когда подошли, вот видите, кровь осталась. Здесь стоял атаман. Под навесом горел свет. Того, кто был в доме, атаман знал хорошо. За Олегом Данильченко уже числились несколько судимостей. А последний месяц вся станица обсуждала его навязчивые приставания к бывшей сожительнице. В ту ночь он пришел в дом к женщине и прихватил ружье. Он закричал, уходите отсюда, и сделал выстрел. И сразу же он попал в атамана. Сергей Осминин смог поползти еще несколько метров, но прибывшие врачи помочь уже не смогли. Некоторым правозащитникам, некоторым злопыхателям, которые много говорят о том, нужно или не нужно казакам, казачьих дружин иметь травматическое оружие. Так вот, это страшный, трагический случай подтверждает факт о том, что нужно и необходимо. И если бы у этого атамана или у этих казаков была травматика, то, возможно, этой трагедии можно было бы каким-то образом избежать. Вторым выстрелом был ранен в ногу Андрей Шеин. Ему еще предстоит операция, но, несмотря на это, он сегодня пришел на похороны. Говорит, что шагнув первым, Сергей фактически спас ему жизнь. Тяжело. Я с этим человеком с Саникой раз. Мы везде вместе были. Тяжело это еще. По словам жителей и казаков, Осминину за три года его атаманства удалось сплотить станицу и вернуть доброе имя казачеству. Три месяца назад Сергею опять доверили тут должность. Тот роковой выстрел прервал жизнь 35-летнего атамана. У него осталась мать, жена и двое детей. Уже принято решение, что его имя будет носить лесная школа. Борис Максудов, Виталий Василенко, Владимир Брагин, 9 канал, Абинский район. Напомним, губернатор Александр Ткачев выступал с инициативой вооружить казачьей дружины травматическим оружием еще в середине января. Но это предложение было воспринято тогда неоднозначно.